Приветствую! Давно мы не переводили нержавейку в стружку, сегодня будем доделывать кофеварку. Напомню концепцию, она должна быть полностью выточена из нержавеющей стали. Для тех, кто недоумевает в комментариях, зачем я все это делаю, не проще ли купить за полторы тысячи и гейзерную кофеварку. Все это задумано, чтобы научиться работать именно с нержавеющей сталью. Научиться точить ее, обрабатывать. Поверьте, это очень непростой металл. Сегодня мы сделаем маленькую, но очень важную деталь. Поехали! Уже готовы три детали кофеварки. По каждой из них есть отдельное видео. Кто не видел, интересно посмотреть. Ссылки оставлю в описании под видео. Сегодня мы должны подумать о безопасности и на емкости, куда будет заливаться вода, мы должны сделать клапан сброса давления. Если вдруг забьется ситечка и перегретый пар не сможет через него проходить, он должен выйти через клапан сброса давления. Иначе кофеварку просто может разорвать. Не могу не сказать, что в реализации этого проекта мне очень помогает компания Arno Verzogia. Ребята меня снабжают очень качественными режущими пластинами. В этот раз они мне прислали пластинки по нержавеющей стали и по алюминию. Сейчас я нарезаю резьбу М11 с шагом 0,5 миллиметра. Такая маленькая резьба нужна для надежной фиксации, потому что стенка кофеварки всего лишь 2 миллиметра. Хорошая резьба получилась. Теперь для дальнейшей обработки нам необходимо изготовить самостоятельно метчик М11 с шагом 0,5 миллиметра. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что-то получается. Пластинка подтупилась и сейчас переверну ее. Благо современные пластинки очень точные и перенастраивать ничего не нужно. Продолжение следует... Осталось немного, думаю все получится. Продолжение следует... Продолжение следует... Покажу поближе что получилось. Вроде выглядит неплохо. Надеюсь с помощью него получится нарезать резьбу. И для начала потренируюсь на стальной заготовке. Продолжение следует... Вроде процесс пошел... Стружка идет. Так, поехали обратно, потихонечку, пошло легко. Вроде что-то получилось, смотрим, закручивается плотно, нужно обточить под ключ, сделаю шестигранник. Я уже один раз прогнал резьбу, показываю еще раз. Можно продолжить обработку на оправке. Рассверливаю и растачиваю. Внутри также нужно будет нарезать резьбу. Для чего? Узнаете потом. Какие-то сегодня ювелирные работы. Корпус готов. Как вы видите, он состоит из двух половин. Внутрь мне нужно выточить шток и подобрать пружину. Все свежевыточные детали клапана сброса давления. Также подобрал резиновое уплотнительное колечко и пружину. Продолжение следует... Так, ребята, вот такой симпатичный клапан получился. Теперь самое главное, чтобы он выполнял свою функцию. Теперь сверлим отверстие и нарезаем резьбу самодельным метчиком. Продолжение следует... Все получилось. Давайте я вам покажу поближе. Самодельный метчик успешно нарезал резьбу. Конечно, на нержавейке еще то удовольствие. И прежде чем проводить дальнейшие испытания, нужно проверить резьбовое соединение на герметичность. Сейчас налью воды. Все сухо. Отлично. За кадром осталось достаточно много работы. Чтобы проверить клапан сброса давления, я изготовил вот такую крышку. Опять же пришлось нарезать многозаходную резьбу, трехзаходную. И на резьбе установил манометр. Интересно посмотреть при каком давлении сработает клапан и сработает ли вообще. Наливаю воды. Для герметичности установлена силиконовая прокладка. Давайте протестируем. Включил электроплитку на максимум. Здесь будет видно давление. Надеюсь клапан сработает. Ухожу в другое помещение. Включил электроплитку на максимум. Есть, ребята. Клапан работает. Какое же давление там. Вот как шпарит. Получается клапан срабатывает где-то от 6 бар. На сегодня у меня все, друзья. Как видите, испытания прошли очень успешно. Продолжение следует. Всем пока, друзья. Скоро увидимся. Скоро кофе будет.